Дорогие друзья, я очень рад всех вас видеть. Встречи в рамках «Молодёжной двадцатки» приобрели уже такой регулярный характер. Я хорошо помню, когда мы готовили, кстати говоря, здесь же, в Петербурге, в 2006 году «Восьмёрку». Мы встречались, я лично встречался с «Молодёжной восьмёркой». И тогда молодые люди из разных стран, восьми ведущих экономик мира, дискутировали между собой, формулировали рекомендации лидерам «Большой восьмёрки». И думаю, что очень хорошо, что мы расширились до 20 самых больших и перспективных экономик мира. И ещё лучше, что в нашей работе принимаете участие вы, люди молодые, а молодёжь всегда смотрит в будущее, часто действует на пролом, но зато достаточно эффективно. Я знаю, что вы по секциям обсуждали различные проблемы. Вы наверняка знаете, что приоритетами председательства России, во-первых, мы работаем в полной преемственности с тем, что делалось нашими друзьями и партнёрами в Мексике. И те задачи, которые мы ставим перед собой в ходе предстоящей работы здесь же в Петербурге в сентябре текущего года, они сформулированы, они положены на бумагу, уверенно, вы с ними знакомы. Это и эффективные регулирования, это привлечение инвестиций, это транспарентность во всех отношениях. Только что я встречался с представителями бизнес-сообществ всех ваших, наших стран. И, по сути говоря, мы сейчас с коллегами, но уже с убелёнными, сединами и достаточно опытными, и успешными руководителями крупнейших компаний из 20 стран обсуждали именно эти проблемы. Дискутировали достаточно уже долго, наверное, но не меньше полутора часов. Я бы, наверное, воздержался сейчас от того, чтобы воспроизводить всё только то, что я сейчас говорил на двадцатке представителей бизнес-сообщества. Предложил бы нашу с вами дискуссию сделать предельно неформальной, выслушал бы с удовольствием вас, а потом бы мы в открытом, свободном режиме с вами подискутировали по тем проблемам, которые вы считаете наиболее актуальными и наиболее острыми и важными для того, чтобы донести эти ваши идеи до лидеров 20 ведущих экономик мира и попытаться имплементировать какие-то ваши предложения в окончательных документах. Спасибо большое. Главное, что вы решите мне взять инициативу на себя. Я, во-первых, вам хочу передать этот документ. Это финальная декларация саммита молодежной двадцатки. Декларация принималась сегодня и вчера во время очных дискуссий среди участников саммита. Было по пять представителей от стран двадцатки, ещё по предмету были представители других стран, приглашённых стран на саммит. Предварительно предложения собирались также через интернет. Но посмотрите, очень интересные предложения, они, в общем, сочетаются с повесткой двадцатки, но такой молодёжный привкус в них, безусловно, есть. И я бы хотела для начала нашей дискуссии предоставить слово здесь сидящим представителям так называемой тройки, знаете, вот Мексика, Россия и Австралия, как у нас обычно это бывает. Они вам расскажут кое-что из этих рекомендаций, а потом действительно можно будет их подискутировать. Пожалуйста, первому я хочу дать слово представителям Мексики Луи Альфредо Пи Нонезо, руководителем мексиканской делегации. Господин председатель, для меня большая честь быть здесь от имени мексиканской делегации. Мы хотели бы поблагодарить российское председательство и российских шерпов за гостеприимство, за принятие молодёжного саммита двадцатки и за то, что мексиканские приоритеты также были включены в официальный программ повестку дня России. Мы также хотели бы воспользоваться этой возможностью для того, чтобы признать, что повестка дня российского председателя включает рост как главную направляющую тему этого председательства. Позвольте мне предоставить вам основную выжимку и рассказать вам коротко об основных соглашениях, которые мы выработали во время продуктивных обсуждений. Что касается усиления финансового регулирования, мы рекомендуем, чтобы двадцатка действовала против налоговых убежищ и разработала механизм, который, возможно, разработал бы специальное налогообложение этих зон. Он может основываться на работе ОСР и группе ФАТФ. А также эта тема очень близка к проблемам, с которыми сталкивается и моя страна, это отмывание денежных средств. Мы также пришли к согласию, что необходимо рекомендовать установление чёткого протокола по обмену информацией для того, чтобы распространять информацию об этой деятельности по отмыванию денег во всём мире. Что касается других вопросов для предотвращения кризиса, мы рекомендуем обеспечить продовольственную безопасность для всех, мы рекомендуем создавать региональные банки продовольственных запасов, обеспечить доступность питьевой воды для граждан всего мира. Мы надеемся, что эти темы послужат основой для работы лидеров двадцатки и послужат также фундаментом для дальнейшей работы. От имени молодёжи Мексики, пожалуйста, я хотел бы донести до вас послание о том, что молодёжь Мексики принадлежит к поколению будущего, и что поколение двадцатки состоит из многих национальностей мира, которые работают в духе солидарности для того, чтобы сделать мир лучше. Мексика хотела бы послать вам этот сигнал, и мы считаем, что все приоритеты, которые выдала Россия, должны продолжать развитие в дальнейшей работе двадцатки. И успешное проведение молодёжного саммита двадцатки демонстрирует то, что двадцатка в России будет служить инновационной модернизации экономики и содействовать развитию российского общества в дальнейшем. Встреча с Бенджамина Джеффри Болтеру Австралия в следующем году будет организовывать и большую двадцатку, и, видимо, молодёжную двадцатку. Пожалуйста. Да, благодарю вас, Шерпа. Я также приветствую господина президента, приветствую всех остальных гостей здесь. Я впервые встречаюсь с президентом России, я из Австралии, и в качестве члена молодёжного форума здесь я также разрабатывал те темы, которые мы будем обсуждать в этом году. Что касается темы реформы международной финансовой архитектуры, мы работали над архитектурой финансовых рынков. Четыре основных пункта здесь – деривативы. Мы рекомендуем, чтобы все страны-двадцатки разработали общую схему оценки деривативов и обеспечений на ежедневном уровне. Это сократит риск дефолта. Мы также рекомендуем, чтобы было вновь рассмотрено регулирование сделок с хеджированием и без хеджирования, и такое регулирование должно строго оцениваться в рамках соответствующих правил, потому что эти транзакции очень высокорискованные, и регулирование их поможет избежать дефолтов. Что касается механизмов частного государственного партнёрства, мы рекомендуем здесь усилить эту работу. Это будет способствовать конкурентоспособности. Третье. Мы рекомендуем введение централизованных, всеобъемлющих, онлайновых баз данных по частного государственного партнёрства. Они должны быть добровольными и способствовать транспарентности. Для России они могут включать строгий контроль по распространению информации со стороны правительства. Для других стран это может включать полное раскрытие информации о финансировании ГЧП, оценок стоимости и также предложения по поводу начала реализации проектов. И в конечном итоге, что касается финансовой реформы, мы считаем, что 20-ка должна поддерживать реализацию методов финансирования предпринимательства, как, например, краундфандинг, краундсорсинг. Мы думаем, что необходимо оценивать в первую очередь предполагаемую прибыль, а не текущую процентные ставки. Это будет способствовать инвестированию. И в результате инвесторы будут сами решать, вкладывать им или нет, и будут относиться более ответственно к инвестированию. Что касается эффективности в теме устойчивого развития, мы также обсудили ряд интересных вопросов. Мы поддерживаем посткиотский протокол и встречу, связанную с ним, двадцатки. Мы считаем, что сокращение выбросов углерода очень важно и что цели реалистичны. Мы ожидаем, что эти цели будут выполняться. Мы также провели очень интересное обсуждение по поводу сокращения углеродных выбросов. Мы не достигли консенсуса здесь, но была достигнута договоренность о том, что на национальном уровне должно быть установлено прогрессивное налогообложение в этой области. Это будет способствовать сокращению углеродных выбросов и будет дестимулировать углеродные выбросы. В результате страны могут сокращать налогообложение для тех компаний, которые следят за загрязнением окружающей среды и используют зелёные технологии. Можно также разработать фонд для сокращения углерода, для передачи технологий. Уже есть такой фонд. Это фонд зелёного климата. И 20-ка имеет очень большое влияние по использованию средств и может создать механизм, который распределяли бы эти средства по всему миру. Создание региональных партнёрств, региональных партнёрских связей, которые могли бы связывать национальные рынки. Это мы считаем также очень важной задачей. И в заключение мы считаем, что 20-ка должна способствовать энергоэффективности и сделать это главным приоритетом в последующие годы, для того чтобы сократить воздействие на окружающую среду, сохранить экономику и способствовать конкурентоспособности. Господин президент, мы с удовольствием встретим вас в Австралии, и в Брисбене в следующем году. Это будет прекрасный саммит. У нас очень высокие стандарты, которыми мы должны следовать. Благодарю вас за то, что пригласили нас сюда. Это для нас огромная и прекрасная возможность. Я бы хотела дать слово лидеру российской делегации Иналу Ардинба. Он студент высшей школы экономики. Они меня даже один раз пригласили на молодёжный клуб, где как раз обсуждали повестку 20-ки. А потом я узнала, что Инал выиграл вот этот конкурс и стал лидером российской делегации. Честно говоря, было очень приятно, должна признаться, что вот такие активные студенты действительно у нас потом по конкурсу становятся лидером делегации. Пожалуйста. Спасибо огромное, Ксения Валентиновна. Уважаемый господин президент, уважаемые гости, друзья. Я хотел бы выразить наше общее мнение на русском языке. So, fellow delegates, please feel free to enjoy the translation. Я хотел бы прежде всего выразить крайнюю степень признательности за возможность встретиться сегодня, обсудить наши базовые предложения, связанные с оптимизацией политики стран группы 20 в сфере международной, прежде всего, финансовой и экономической архитектуры. Также хотел бы сказать огромное спасибо всем нашим друзьям за визит в Санкт-Петербург и возможность провести столь дружественные, столь по-человечески интересные и по-молодежному пылке обсуждения. Нам было очень интересно с вами работать. Спасибо вам огромное. Хотел бы остановиться на нескольких базовых предложениях, связанных с реформой международных финансов. Мы с коллегами едины во мнении о том, что в целом логика и ход глобального финансово-экономического кризиса дает ясное представление о необходимости достаточно глубокой реформы международных финансов. Мы с коллегами выдвинули несколько специальных, очень таких конкретных предложений, связанных с необходимостью формирования более справедливой, более эффективной, более надежной международной финансовой системы. Прежде всего, имею в виду реформу формулы расчета квот МВФ. Мы с коллегами предложили повысить роль такого важного параметра, как воловой внутренний продукт в структуре этой формулы. И таким образом мы считаем, что в контексте этой формулы, в контексте реформы, нам удастся добиться усиления тенденции финансово-экономической многополярности в мире и сформировать некие предпосылки для того, чтобы развивающиеся страны усилили свои позиции в МВФ. Вместе с тем мы выдвинули идею о автоматическом регулярном перераспределении. Квот – это очень такая важная идея, которая тоже в достаточной степени имеет инновационный характер и с нашей точки зрения тоже несет в себе потенциал для увеличения роли развивающихся стран. И еще один очень интересный пункт, и нам было очень приятно достигнуть компромисса с нашими прежде всего западными партнерами. Мы с коллегами решили посоветовать исключить возможность использования некоего национального или регионального принципа в выборе руководителей ведущих финансовых институтов глобального управления, прежде всего МВФ и Всемирного банка. Мы с коллегами просто распечатали список руководителей МВФ и Всемирного банка и обнаружили некую закономерность, связанную с тем, что руководители этих институтов чаще всего являются представителями англосаксонского мира. Мы полагаем, что, безусловно, эксперты из развивающихся стран тоже могли бы стать руководителями этих институтов, и мы очень благодарны нашим западным партнерам, потому что мы это включили все-таки в финальные коммунике. И также еще одно в достаточной степени детальное предложение, связанное с формированием и полезностью формирования специальной комиссии по надзору за рейтинговыми агентствами в рамках Совета по финансовой стабильности. Нам кажется, что это способствовало бы некоему мониторингу деятельности этих агентств. Действительно, существуют некие неоднозначные действия в определенных случаях со стороны рейтинговых агентств. Нам представляется, что они нуждаются в мониторинге. Владимир Владимирович, если есть время, я хотел бы еще несколько тезисов по социальной политике. Достаточно интересных. Мы с коллегами также предложили оптимизировать социальную политику наших стран. В этом смысле была выдвинута очень интересная идея формирования специальной базы данных по вакансиям в странах группы 20. Нам представляется, что это способствовало бы увеличению уровня трудовой мобильности в пространстве группы. Достаточно интересная идея. В контексте политики в области образования мы предложили создать базовый курс по финансам в школах. И также мы предложили более активно формировать специальные кафедры, которые могут быть сформированы с финансовыми корпорациями в университетах. Это бы способствовало курсу на так называемую финансовую инклюзивность, то, что обсуждается в рамках B20. И нам тут очень приятно иметь общие точки соприкосновения с параллельным форматом. И, пожалуй, последний пункт, тоже в достаточной степени интересный, было предложено подчеркнуть важность существования специальных курсов или даже специальных таких специальностей в университетах по устойчивому развитию. Нам кажется, что устойчивое развитие – это, безусловно, такая глобальная парадигма, которая вбирает в себя экономическую составляющую, природную составляющую, социально-политическую составляющую. И мы с коллегами предложили более активно формировать специальности в рамках университетов по этому направлению. Мы, кстати, указали на позитивные практики в России, которые имеют место по данному направлению. Спасибо огромное за внимание. На этом все. Спасибо большое. Я хотела бы обратить внимание, кстати, на тот факт, что большая двадцатка не может договориться по квотам. А вот здесь в молодежной была не только договоренность по квотам, но и еще и по автоматическому их обновлению. Так что как-то молодежь действительно прогрессивна и готова к повышению роли развивающих сестра. Владимир Владимирович, на этом у нас домашние заготовки закончились, поэтому мы можем пойти, как вы хотите, дать еще кому-то слово. Может, вы вопросы зададите. Пожалуйста, если кто-то хочет еще добавить что-то, прошу вас. Пожалуйста, если какие-нибудь комментарии. Господин президент, спасибо большое. Я представляю немецкую делегацию. Меня зовут Матиен Элис. Прежде всего, мне хотелось бы выразить признательность вам и выразить высокую оценку вашему гостеприимству. Это лишь второй раз, когда я приезжаю в Россию. Я просто-напросто ошеломлен тем, насколько вы профессионально работаете. И также меня удивляет то теплое гостеприимство, которым мы наслаждаемся. Что касается группы 8, это довольно интересный вопрос. Теперь с появлением группы 20 у нас есть гораздо более представительный форум. Мне хотелось бы узнать ваше мнение по поводу будущего группы 8. Сейчас в группе 20 мы обсуждаем очень много экономических вопросов, но и вопросов внешнеполитических. Но как вы считаете, вот в группе 8 эти вопросы тоже обсуждаются? Нужно ли расширить группу 8, например, включить Китай, Индию в нее? Или же нет? Что нужно с ней делать? И, наконец, мне хотелось бы спросить вас о ваше мнение относительно будущего кризиса в Европе. Я знаю, вы по этому вопросу уже высказывались, но хотелось бы лично это услышать от вас. И, наконец, я знаю, что вы большой друг германского народа, и вы тщательно следили за ситуацией, разворачивающейся сейчас Германии. Мне хотелось бы узнать ваше мнение относительно лидерства Германии в Европе, ведь в Европе этот вопрос вызывает большие противоречия. Мы сами, немцы, неохотно касаемся его. Нам хотелось бы узнать мнение лидера, крупнейшего партнёра Германии вне ЕС. Благодарю вас. Я начну с ваших вопросов, постараюсь ответить на них, а потом некоторые вещи прокомментирую, и мы постараемся подискутировать по некоторым проблемам, которые здесь уже были подняты. Что касается лидерства Федеративной республики Германии в Европе и как к этому относиться, это прежде всего внутриевропейская проблема. Я вижу на протяжении многих лет, что сама Германия очень аккуратно относится к своему лидерству. А лидерство является экономическим, а не политическим, потому что в основном основные вопросы все в еврозоне, в евросоюзе принимаются консенсусом, и здесь у Германии и лидерства нет, собственно говоря. Но она является безусловным экономическим лидером. Это самая большая экономика Европы, и её заслуга даже не в том, что она самая большая по объёму ВВП, по объёму экономики, а в том, что она, в отличие от многих других экономик, она чувствует себя в известной степени уверенно и думает, что благодаря взвешенной экономической политике результаты, которые мы наблюдаем сегодня, они были заложены, кстати говоря, и прежним стал демократическим правительством и сегодняшним правительством во главе с Ангелой Меркель. Мне думается, что эта политика является взвешенной и наилучшим образом отражающей сегодняшние мировые экономические реалии. Естественно, защита этих достаточно жёстких мер вызывает разные эмоции в разных странах. Но это мне бы не хотелось комментировать, это не наше дело, как у вас в Германии говорят, это не наше пиво, да, со снихиндзорсбил. А вот что касается трудностей, то они носят, конечно, фундаментальный характер, и с Германией совсем не связаны. Они связаны с тем, что очень трудно, я не хочу говорить невозможно, но очень трудно добиваться эффективного функционирования, скажем, единой валюты в рамках объединения стран с разным уровнем экономики и с разными финансовыми и бюджетными системами, с разным бюджетным и финансовым регулированием. Вот такое объединение является достаточно сложным с точки зрения существования единой валюты. Но это не значит, что это невозможно. У нас большая страна, Россия, по количеству населения почти в два раза или на одну треть больше, чем федеративная республика. У нас разные есть регионы, разные субъекты федерации. Есть регионы с развитой экономикой, есть с развивающейся экономикой. И нам приходится субсидировать регионы с развивающейся экономикой и с федерального бюджета. То же самое приходится делать и в Евросоюзе. И мне кажется, что было бы неправильно этому сопротивляться. Иначе не надо было бы эти страны с менее развитыми экономическими системами приглашать в единую команду. А если уж их пригласили, тогда надо понимать, что это связано с определенной нагрузкой. Это первое. И второе. Ведь многие страны, особенно Южной Европы, они когда пришли в Евросоюз и в еврозону, на них были наложены определенные ограничения. Какие это ограничения? Это ограничения, связанные с некоторым ограничением их экономической активности и их экономических конкурентных преимуществ. Ну скажем, есть ограничения по сельскому хозяйству. Такие-то квоты на производство таких-то продуктов. Ограничения в области рыбной ловли. Имея в виду, что они все в шенгенской зоне, это связано с ограничением в области туризма. Это всё ограничивает их инкурентоспособность. Вместе с тем экспортно-ориентированные экономики получают значительные выгоды от раскрытия рынков других стран и от использования единой валюты. Это выгоды совершенно очевидны, для специалистов здесь и доказывать ничего не нужно. Но нужно, чтобы люди в развитых экономиках Европы, экспортно-ориентированных, это касается Федеративной республики Германии, это касается, допустим, Голландии, Австрии, Финляндии, чтобы граждане этих стран понимали, что они, может быть, и не видят каждый день, в чём преимущества вот этой единой валюты, для них единой валюты, единого такого открытого рынка. Но они, эти преимущества есть, и они выражаются в конкретных цифрах. И если эти преимущества есть, то ничего страшного нет из того, чтобы помочь другим странам еврозоны подниматься до уровня их экономического развития. Но это просто нужно и гражданам этих экспортно-ориентированных экономик объяснять. Но и они, в свою очередь, не должны нападать на развитые экономики, такие как немецкая, австрийская, голландская, там, я не знаю, любые другие, полагая, что кто-то пытается ограничить их суверенитет. Они сами, в свою очередь, приняли решение и в своё время приняли решение по добровольному ограничению их суверенитета при вхождении в еврозону и в Евросоюз. Они сами это сделали сознательно, рассчитывая на определённую помощь. И эта помощь поступает, поступает из года в год в тех параметрах, которые были обговорены между всеми участниками этого процесса. Жаловаться не на кого. Нужно просто совместно работать. Мы считаем, что перспективы, фундаментальные основы европейской экономики таковы, что она сможет преодолеть имеющиеся трудности. В каком направлении надо двигаться? Это тоже не наше дело. Это дело наших европейских партнёров. Но я полагаю, вот это лично моё мнение, что эффективно, можно по-разному решать эти проблемы, но эффективно их можно решать только на основе большего сближения финансовых правил, финансовых институтов и бюджетных институтов. Совместная политика экономическая в целом может быть эффективной, если есть общее понимание и общая политика фискальная, общая политика финансовая, повторяю, общая бюджетная. Но это движение к ещё более глубокой степени интеграции. Насколько к этому готовы наши европейские партнёры в страновом разрезе, я не знаю. Это вы должны сами определить в Европе. Вам спасибо большое за ваш вопрос. Да, ну и, конечно, дисциплина должна быть. Здесь мне трудно не согласиться с действующим канцлером. Невозможно просто, знаете, от богатых стран перекачивать какие-то большие, маленькие, неважно, какие ресурсы. Дело даже не в объёме этих ресурсов, в нуждающиеся страны, если не прийти к каким-то общим правилам взаимодействия и работы. Потому что это так же, как в бочку без дна, можно наливать сколько угодно, а там всё равно ничего не будет. Нужно сначала вместе договориться, что и конкретно, и как нужно сделать для того, чтобы система была более эффективной, более надёжной, а уже потом средства соответствующие выливать. Хотя, в общем и целом, и страны развитые, ну, не развитые, а богатые, так скажем, страны Европы, и так, в общем, идут. И Центральный банк, он проводит и денежную эмиссию, мы знаем, примерный объём. Это всё достаточно выглядит солидно. Я понимаю, что кому-то хотелось бы больше, но это предмет договорённости, конечно. Теперь, если позволите, несколько комментариев. Я так бил и посмотрел вот сейчас декларацию участников саммита молодёжной двадцатки, то есть, собственно говоря, вашу. У меня несколько комментариев и, может быть, если позволите, даже несколько вопросов для того, чтобы понять, что вы имели в виду. Ну, во-первых, я, можно сказать, даже удивлён тому, как профессионально, как обстоятельно написан этот документ. Просто, честно говоря, для меня это полная неожиданность. Я и сейчас документ деловой двадцатки посмотрел только тогда, когда пришёл на встречу с бизнесом. Там хороший документ, но у вас он ещё гораздо более основательный. Правда, в некоторых случаях такой более задиристый. И, может быть, в этой связи более интересный, я бы сказал. Вот первое – это поиск новой модели функционирования международных финансовых организаций. Но всё здесь, практически все эти пункты сводятся к реформированию МВФ и Мирового банка, по сути говоря, на тех принципах, которые предлагаются развивающимися экономиками, изменения квот, представительства, руководящих органов. Вот я хотел бы просто задать вам вопрос. Это мнение всех участников или у вас были по этому вопросу какие-то споры и кто-то с этим оказался или был не согласен? Если позволите, это был один из основных ключевых вопросов. На самом деле, примерно полтора или два часа мы спорили, но мы с коллегами из развивающихся стран попытались предложить соответствующие аргументы для того, чтобы эти предложения были включены. Но, естественно, мы общим голосованием эти предложения приняли единогласно. Я хотел бы отметить, что тут самый главный аргумент наш заключался в том, что, коль скоро увеличивается экономический вес стран, экономическая мощь стран, то было бы уместно увеличить и их доступ к механизмам регулирования международными финансами и их доступ к МВФ и Всемирному банку. То есть с этим все согласились, да? Да. Это любопытно, интересно. Я обещаю вам, я обязательно об этом лидерам 20-ски скажу. Вторая вещь, которая меня заинтересовала, и я считаю, что она весьма любопытная, это определённый аудит существующих рейтинговых агентств. И в этой связи напомню, что это прежде всего наши европейские партнёры из еврозоны и вообще стран Евросоюза в период кризиса, когда знакомились с результатами оценки деятельности их компаний, их экономик рейтинговыми агентствами, а это в основном американские агентства, они высказывали, европейцы высказывали неудовольствие их работы этих рейтинговых агентств и более того, предлагали создать свои собственные. Не знаю уж, создали они там или нет, но высказания были достаточно резкими и критическими. Я думаю, что ваше предложение не лишено смысла. И более того, здесь есть идея в рамках Совета по финансовой стабильности наладить аудит существующих рейтинговых агентств, обеспечить их сбалансированные представительства. Сбалансированные представительства, я не понимаю, что такое обеспечить. Сбалансированные представительства рейтинговых агентств – это что-то такое, мне это непонятно. Если вы сможете объяснить, то пожалуйста, но вряд ли вы сможете это сделать, потому что это невозможно. Что такое сбалансированность рейтинговых агентств? Это частные компании, которые созданы, а кто-то хочет создать другую, пожалуйста, создавайте. Но надо так, чтобы она, эта компания рейтинговая, приобрела вес, значение, чтобы с ней считались, она привела авторитет. А так просто назначить кого-то рейтинговым агентством и объявить, что это балансирует ситуацию, мне кажется, что это нереально. Но сама по себе идея, как-то наладить за ними контроль, аудит, что они там творят, это абсолютно правильно. Потому что мы многократно уже сталкивались с ситуацией, при которой эти оценки, которые дают коллеги из рейтинговых агентств, а там работают очень квалифицированные люди, это правда, но всё-таки подчас мы сталкиваемся с проблемами, которые как минимум, скажу очень аккуратно, вызывают вопросы. Что касается тезиса развитой экономики, развивающейся, то это тоже такой, я не знаю, будем ли мы говорить об этом на двадцатке, а вам хочу сказать. Это всё уже такое, как это анахронизмом отдаёт. Что такое развитая, развивающаяся? Вот Китай у нас развитая экономика или нет? Я думаю, что вполне можно отвести к развитой, хотя в интересах Китая считать свою экономику развивающейся, потому что это даёт некоторые преимущества. Но китайцы умный народ, хитрый, у них большая культура, они знают, что лучше, как Дэн Сиан Пинович, лучше пока не высовываться. Поэтому, но это уже огромная экономика, одна из самых больших по объёму в мире и бурно развивающаяся. Поэтому это всё, мне кажется, достаточно условно, правда? Во всяком случае, применительно к двадцатке. Применительно к двадцатке. Просто вы, видимо, наверняка об этом знаете, если кто-то не в курсе, а не занимался этими проблемами, я скажу, что сам статус развивающейся экономики даёт определённые преимущества, потому что даёт возможность рассчитывать на какие-то льготы в мировых международных финансовых и экономических отношениях, в международных агентствах, да, в международных финансовых отношениях и экономических. Но тогда вот в международных финансовых институтах им говорят, ну вы пока развивающиеся, вы пока там посидите за дверью, да, это уже совершенно некорректно. Ну тогда бывшие развивающиеся должны согласиться с тем, что они давно уже не развивающиеся, они претендуют на равноправие, тогда нужно у них немножко пощипать их какие-то льготы и преимущества. И имплементировать их в органы управления, видоизменить сами квоты в международных финансовых институтах. Я думаю, что вот постепенно в этом направлении мы двигаемся, хотя там и квоты есть у стран, объём экономики которых достаточно уже маленький по сравнению, скажем, с тем же Китаем или с Индией, но они в международных финансовых институтах представлены как экономические супердержавы. Наверное, это тоже уже не соответствует реалиям, все это понимают, просто пока не могут решиться на конкретные шаги, но уверен, всё-таки мы в этом направлении будем двигаться. Теперь усиление финансового регулирования. У вас здесь написано в пункте первом, мы осознаём, что существование офшорных зон наносит ущерб системам фискальной политики других стран. Вы знаете, это, я бы сказал, сказано с таким вот молодёжным задором. Во-первых, это, безусловно, актуальная тема, она очень важна и очень актуальна, и то, что вы за неё зацепились, это абсолютно правильно. И сейчас вот мы в рамках «восьмёрки» дискутировали на эту тему, и практически все, ни один из лидеров «восьмёрки», кстати, вот коллега из Германии спрашивал про будущее «восьмёрки», я сейчас скажу. Ни один из лидеров «восьмёрки» не сказал, что это ненужная тема. Наоборот, все признали, что это очень важно, и что глобальные проблемы возникли в том числе из определённых перекосов, связанных с финансовым регулированием. Негативную долю в это регулирование вносят и налоговые гавани, и офшорные юрисдикции. Но сказать, что само существование этих зон наносит ущерб системам фискальной политики других стран, можно с относительным допуском. Но это не совсем так. Некоторые зоны, функционирующие в абсолютно закрытом режиме, они действительно наносят реальный ущерб фискальным интересам других стран. Собственно говоря, о чём речь? Просто определённые страны не получают должного объёма налогов в свои бюджетные системы, в свои налоговые системы. Это правда. Но для оптимизации расходов существование этих офшорных зон имело всегда какой-то смысл. Для действительно развивающихся экономик, скажем, Африки, Латинской Америки, вот это действительно очень устраивая проблема. Она связана не только с офшорами, она связана и с транснациональными компаниями. Потому что транснациональные компании, которые приходят в страны Африки или в страны Латинской Америки, они сразу же фиксируют определённые правила, не допускают, по сути, местные органы власти в свои экономические программы, регистрируются в офшорных зонах и практически уходят от оплаты налогов. Поэтому здесь проблема офшоризации состоит сразу из нескольких составляющих. Первое – это обязательное открытие конечного бенефициара и правительства соответствующих стран, и общественности этих стран. Вообще все люди имеют право знать, кто стоит за конкретной компанией. Физическое лицо, юридическое лицо – это должно быть абсолютно открыто. Это же не какая-то тайна, связанная с обороной страны какой-то конкретной. Это бизнес. Здесь нет ничего секретного, и нужно это открывать. Поэтому, ещё раз, первое – это абсолютная открытость. Второе – это какие-то правила должны быть, унифицированные правила работы этих зон. И самое главное, чтобы здесь не было никаких скрытых, непонятных инструментов ухода от налогов. Такие инструменты с использованием офшорных зон тоже применяются. И вот хотя бы на первом этапе нужно решить вот эти вопросы. А потом постепенно двигаться вообще к де-офшоризации. Должен сказать, что для нас, для Российской Федерации, это проблема. У нас избыточное использование офшорных зон. Мы часто даже по крупным объектам не знаем, кто конечный хозяин того или другого объекта. Не можем их найти. Вот юридическое лицо Х, оно зарегистрировано на Кипре, а потом оказывается, что то, что зарегистрировано на Кипре, это только дочка того, что зарегистрировано на Кайманных островах, а выясняется, что то, что зарегистрировано на Каймананых островах, это внучка того, что зарегистрировано, скажем, условно говоря, в Люксембурге. И вот такая, вы знаете, что такая русская матрёшка, вот она такая большая, длинная, Там пока доковыряешься, непонятно, что там в конце. Поэтому нужно заключать соответствующие международные соглашения, связанные с открытием информации. Это чрезвычайно важно. Мне кажется, что как первый этап работы – это абсолютно востребовано. Дальше у вас конкретные предложения такие. Ввести специальный налог на финансовые потоки, направляемые из офшорных зон для понижения их привлекательности. Такое-то конкретное предложение, уже такое боевое, я бы сказал. Надо будет предложить. Я думаю, что некоторые из коллег, которые приедут на двадцатку, в оборок могут попадать. Но ничего, мы их оживим. Я скажу, что это не я предложил, а что это сами ребята предложили из ваших стран. Поощрять системный обмен сведениями абсолютно правильно по финансовым потокам. Устранить налоговые юридические лазейки, которыми пользуются третьи страны. Я не понял, что здесь значит «пользуются третьи страны». Кто-то может пояснить? У вас написано «устранить налоговые юридические лазейки», которыми пользуются третьи страны. Что имеется в виду? Какие третьи страны и какие лазейки? Не знаете, да? Кто вам это писал тогда? Это раздел Б, пункт 1. Усиление финансового регулирования. И в пункт 1. Устранить налоговые юридические лазейки, которыми пользуются третьи страны. Может быть, это вот то, коллеги дорогие, может быть, это как раз то, о чём я говорил, о том, что в странах с развитыми экономиками транснациональные компании работают. Вот сейчас вот только мы с коллегами на «восьмёрке» общались. В составе Outreach представитель африканской стороны сказал, что приезжают транснациональные компании с армией юристов. У нас, говорит, даже денег нет, чтобы нанять таких же специалистов в области юриспруденции, чтобы с ними на равных соревноваться. Они нам, значит, как у нас говорят, лапши на уши навешивают, и мы, говорит, совершенно не можем сопротивляться против этой армии юристов. Если имеется это в виду, если это имеется в виду, то это правильно, но это не третьи страны, а пользуются третьи стороны. Вот, да, если стороны, вот это транснациональные компании имеются в виду, то это правильно, я полностью согласен. Ну да, надо понять, что это такое. Так, мы видим дальше, пункт 2. Мы видим одно из своих задач – завершение окончательного периода перехода к стандартам Базель-3 до 2019 года. Ну, это такая конкретная рекомендация. Вот рядом с вами сидит будущий руководитель Центрального банка Российской Федерации, госпожа Набиулина. Она это услышала и, наверное, будет это делать. Но представители реального сектора экономики полагают, что постепенное, но неизменное регулирование в этой сфере является всё более и более избыточным, накладывает определённые ограничения на деятельность финансовых учреждений и в конечном итоге негативно влияет на рост промышленного производства, а значит, и на рост сфере экономики. Я сейчас не буду вот туда углубляться далеко и глубоко в эту проблему, но вот просто обращаю ваше внимание на то, что эта проблема есть, и на неё нужно посмотреть просто повнимательнее. Да. Дальше мы осознаём необходимость безотлагательной борьбы с нелегальной финансовой деятельностью, в особенности отмыванием денег и уходом от уплаты налогов. Мне здесь добавить нечего, просто это абсолютно правильно. С этой целью мы предлагаем создать протокол, преусматривающий систему сбора и обмена ценной информацией, финансовой информацией. Это очень правильно, очень верно. Хочу вас проинформировать, уважаемые дамы и господа, что с января, по-моему, 2014 года Россия начинает председательствовать в ФАТФ, в Международной Организации по борьбе с отмыванием преступных доходов. И мы будем иметь в виду вашу рекомендацию не только в рамках работы по подготовке, кстати, лидеров 20 ведущих стран мира, но и в рамках работы ФАТФ. Это очень правильно. Реформирование международных рынков капитала. Да. Значит, регулирующие органы 20-ки должны ежедневно осуществлять переоценку базисного актива и обеспечения на основе существующих рыночных цен. Ну, да, если так, это, наверное, неплохо было бы делать. И затем с целью дальнейшего развития механизмов фондирования программ государственного частного партнёрства мы рекомендуем обеспечить взаимодействие международных финансовых институтов и банков развития в целях дальнейшего развития инфраструктурных проектов. Это чрезвычайно важная задача. Я надеюсь, что… Вы завтра, они будут принимать участие в официальных мероприятиях на форуме? Будут, да? Я буду участвовать в форуме, да. Будете, да? Ну вот завтра я буду выступать. Я надеюсь, смогу вас порадовать. У нас есть определённые предложения, связанные с развитием инфраструктуры, в данном случае, конечно, в Российской Федерации. Мне бы хотелось, чтобы вашими рекомендациями воспользовались наши партнёры, лидеры ваших стран, воспользовались применительно к тем планам, о которых мы будем рассказывать завтра, планам развития российской инфраструктуры. Для обеспечения прозрачности необходимо создать централизованную электронную базу данных по проектам ГЧП. Это абсолютно точно. Вот это… Здесь и вопросов никаких нет. Мы, во всяком случае, постараемся создать на национальном уровне и представить такую программу для того, чтобы и международные фонды инвестиционные, партнёры, коммерческие компании могли этим воспользоваться. Управление суверенными заимствованиями и кредитно-денежная политика. Уважая суверенитет каждого государства и принимая во внимание факторы, характерные для данного государства, мы рекомендуем странам группы 20 стремиться к финансовой стабильности и создать механизмы, стимулирующие правительство более ответственно относиться к суверенным заимствованиям и наращиванию госдолга. Это, видимо, немецкий коллега писал по указанию канцлера Меркель. Вы это сделали? Я присоединяюсь к этому. Полностью. Вы знаете, что у нас, слава богу, в России пока всё находится в рамках разумного. Если долговая нагрузка в еврозоне где-то 100%, 100% с небольшим, в Соединенных Штатах уже где-то уверенно за 100. У нас в России налоговый государственный долг 2,5% внешний долг. При этом у нас бездефицитный бюджет. А страны большой восьмёрки все борются за сокращение дефицита. То есть у нас долговая нагрузка 2,5%, да ещё и бюджет бездефицитный. Мы как бы стремимся сохранить эти параметры. Боремся за уменьшение, за улучшение других фундаментальных показателей макроэкономических. Но в целом с российской экономикой пока в этом отношении всё нормально. Надеюсь, мы сохраним такое состояние нашей экономики и в будущем. Это имею в виду, уважаемые коллеги, что у нас реальные располагаемые доходы населения в прошлом году выросли на 4,6%, а за первые 4 месяца текущего года на 5,9%. Это такой серьёзный, в общем, достаточный показатель. Я уже говорил о проблемах безработицы, особенно среди молодёжи. Вы наверняка это тоже обсуждали. В некоторых странах Европы просто тяжёлая ситуация. 25% – это минимум, а среди молодёжи 40%, 50%. В Греции уже за 60% и в Испании. Ну просто это, конечно, очень тяжёлая ситуация. В России безработицы находятся на исторически рекордном минимуме – 5,5%. Здесь есть и свои вопросы, на которые нужно обращать внимание. То есть у нас возникает вопрос, за счёт чего рост должен быть в нашей экономике. У нас занятость почти полная. И ответ только один – за счёт модернизации, за счёт повышения производительности труда. Но это уже отдельная тема, конечно. Ну это вот хорошо у вас написано. Мы призываем лидеров группы 20 обратить внимание на невозможность параллельной реструктуризации долгов и деятельности фондов-стервятников, инвестирующих в близкие к дефолту суверенные долговые бумаги. Это благородное замечание. Мы его постараемся донести до своих коллег. Ну и вот устойчивое развитие. Вы обращаете внимание на образование. Безусловно, правильно. Здесь и добавить нечего. Очень важно, конечно, настроить на работу в этой сфере бизнес-сообщества с тем, чтобы они больше влияния оказывали на формирование рынка труда, на формирование, вернее, того, чтобы образовательные системы функционировали эффективно в соответствии с требованиями рынка труда на сегодняшний день и хотя бы на ближайшую перспективу. Это непростая задача, но, имея в виду перспектива развития по отдельным направлениям, она, в принципе, реализуема, если, конечно, делать так, как вы рекомендуете, обращать на это внимание. Ну и вот что касается базы данных по вакансиям в странах группы 20, конечно, наличие такой информации будет способствовать мобильности населения. Но не очень, потому что существуют визовые преграды. Да, мы понимаем, что это довольно сложно, но стремиться к этому надо. Да, но стремиться к этому надо, действительно, согласно. Теперь такое положение. Мы поддерживаем реализацию правительственных программ финансовой помощи, целью которых является повышение уровня жизни бедных слоев населения в рамках концепции борьбы с нищетой. Правильно, абсолютно это пожелание и рекомендация. Но вы знаете, что все страны 20-ки практически этим занимаются. Единственное, на что мы всё больше и больше обращаем внимание, это на то, что само донорство, оно имеет смысл только тогда, когда оно ложится на подготовленную благоприятную почву. Когда в странных рецепиентах решаются вопросы борьбы с коррупцией, эффективного использования выделяемых ресурсов и так далее и тому подобное. Мы должны это делать вместе с нашими друзьями и партнёрами из развивающихся экономик. По энергоэффективности у вас много, я могу говорить об этом до утра, воздержусь. Хочу сказать только, что всё правильно. Все виды альтернативной энергетики должны поддерживаться и развиваться. Но нам надо оставаться на почве реальности. У вас хоть и молодёжная 20-ка, но всё-таки все люди взрослые, понимающие, что происходит. Сегодня эффективность альтернативных видов энергии, она такова, что не является конкурентоспособной абсолютно по сравнению с ядерной энергетикой и с углеводородной. Просто никакого сравнения по эффективности и конкурентоспособности. Она, прямо на сказать, неконкурентоспособна. Она живёт только потому, что её субсидируют. Но это не значит, что её не надо развивать. Это значит, что нужно работать над водородной энергетикой, над солнечной, использовать энергию приливов и отливов, и ветра. Но всё это тоже должно совершенствоваться, потому что всё это тоже сопровождается определёнными негативными явлениями. Вот ветровые электрические станции. Вы знаете, как они шумят и как они землю вокруг себя трясут. Они производят такой эффект, что черви из земли вылезают, что там даже червям места нет уже в земле, понимаете? Там тоже есть такой негативный, сопровождающий экологический эффект. Но это не значит, что нельзя, не нужно этого делать, нужно просто работать над совершенствованием. Развитие инфраструктуры, я уже говорил, это важно, у вас очень хорошие рекомендации. И вы обратили внимание ещё на одну чрезвычайно важную вещь, о которой можно говорить бесконечно. Это на продовольственной безопасности, защиту окружающей среды. Что в этой связи хотел бы сказать? Вот то, что вы здесь написали, я так бегал и пробежал, в принципе, может и должно быть использовано не только в рамках дискуссии на двадцатке, но, что ещё важнее, хотя и на двадцатке мы это используем так или иначе, в рамках переговоров на площадке Всемирной торговой организации. Потому что вы знаете об этих дискуссиях, которые идут между развивающимися экономиками и развитыми экономиками. Ну, чего там греха таить, все преследуют свои собственные интересы, нужно найти консенсус между раскрытием рынков для продовольственных товаров развивающихся экономик и выгодой для тех, кто это делает. Потому что здесь есть другая оборотная сторона. Медаль, она, кстати сказать, очень важная. Сколько бы мы ни направляли помощи в развивающейся экономике, её никогда не будет достаточно, если сами экономики развивающихся стран не станут более эффективными, конкурентоспособными и конкурентоспособными. Вот нужно стремиться именно к этому, а не к наращиванию прямых финансовых вливаний. Потому что если мы будем через имеющиеся сегодня правила мировой торговли возобновлять постоянно нищету в развивающихся экономиках, то можем вечно направлять какую-то помощь в эти страны. Но это, откровенно говоря, будет нечестным поведением, а наоборот ответственным поведением будет создание более современных демократических и утверждения демократических принципов мировой торговли и международных экономических отношений. Вот на этом я, наверное, завершу. И хочу вас поблагодарить за эту работу. Она очень интересная и конкретная, что меня удивило. Обязательно это так или иначе используйте. Теперь я всё-таки отвечу на вопрос немецкого коллеги по поводу судьбы двадцатки, то есть восьмёрки. Это механизм, который уже давно функционирует, на нём не принимаются обязательных решений. Но как площадка для согласования позиций развитых экономик, она хорошая и, в принципе, полезная для всех. Важно только, я бы хотел это сказать так, чтобы никого не обидеть, чтобы там звучали разные мнения, а не доминировало одно и не принимались бы решения на основе этого одного мнения, так же, как это когда-то делалось на съездах СДПГ, Социалистической единой партии Германии, или на съездах Центрального комитета Компартии Советского Союза. Важно, чтобы это была демократическая площадка, чтобы там все друг друга слушали, дискутировали без обид и предвзятости и вырабатывали единые подходы. В целом, эта площадка неплохая, востребованная, но современным реалиям, конечно, всё больше и больше отвечает такая более расширенная платформа для дискуссии и принятия решений, как Большая двадцатка. Потому что трудно себе представить, что без участия таких стран, как Китай, Индия, Бразилия, Мексика, можно было бы принять согласованные решения, и этим решениям следовали бы все игроки мировой экономики, от поведения которых зависит конечный результат. Безусловно, участие таких экономик и лидеров этих стран в обсуждении и принятии согласованных решений на глобальном уровне в высшей степени востребовано. И без них, надо прямо это сказать и признать, без них эффективных решений достигнуть не может быть. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Я думаю, что… А, вы вопросы хотите задать? Пожалуйста. Благодарю вас, господин президент. Хотела бы спросить вас о безработице среди молодёжи. Меня зовут Ариса Стофи, я представляю Испанию. Хотела бы спросить вас о безработице среди молодёжи с учётом того, что рост является приоритетом в ходе российского председательства в 20-ке. Мы уже обсуждали этот вопрос о безработице среди молодёжи, который является ключевым. Какие были бы ваши рекомендации в отношении борьбы с безработицей среди молодёжи и создания новых рабочих мест для молодёжи? Это один из ключевых моментов, из ключевых вопросов, которые мы будем обсуждать. До того, как собрались все лидеры, до того, как мы сели за стол, не начали говорить, мне сейчас давать какие-то рекомендации, особенно это будет актуально для стран, которые сталкиваются с этой проблемой, не очень корректно. Но единственное, что я мог бы сказать, это то, что без финансовой консолидации, без ответственной финансовой и бюджетной политики не обойтись. Просто это невозможно. И я думаю, что как бы не было тяжело на первых порах, и инфляция, а мы продолжаем, кстати, в России бороться с инфляцией, она достаточно высокая, я думаю, что выше, чем в Испании. Нам есть над чем работать. Я вот сказал, что у нас некоторые показатели являются явно такими, смотрят очень хорошо, но есть и проблемы. Вот одна из них – это инфляция. У нас в прошлом, в 2011 году была инфляция 6,2% или 6,1%, а в прошлом уже выросла, была уже 6,7%, а в этом году, до сегодняшнего дня, уже 7 с лишним. Мы намерены, я завтра тоже об этом объявлю, принять определенные меры для того, чтобы дальше тагетировать, чтобы снижать её. И уверен, нам это удастся, но всё-таки у нас тоже есть эти проблемы. От инфляции зависит и конечная ставка в банках, от ставки в банках зависит инвестирование в производство, от инвестирования в производство зависит объём экономики и занятость в ней. Поэтому, вы знаете, если вы намекаете на то, что нужно больше просто вкачивать денег в экономику, почему некоторые аналитики в Европе подталкивают европейские правительства, в том числе и правительства вашей страны, то я не уверен, что это самый лучший путь решения проблемы в долгосрочной и даже среднесрочной перспективе. Конечно, на первый взгляд это самое простое дело – либо занять дополнительно ещё, либо просто получить напечатанные средства. И кажется, что вот сейчас мы денег качнём в экономику, новые рабочие места создадим или поддержим старые, и всё хорошо. Но дальше-то что с этим делать, если это не обеспечено реальным ростом, не обеспечено фундаментальными основами макроэкономического характера? Дальше всё равно всё встанет. Поэтому в конечном итоге окончательные рекомендации, они где-то золотая середина такая должна быть. Нужно бороться и за улучшение макроэкономических показателей, и постепенно стимулировать, исходя из реального роста, создание новых рабочих мест. И я в целом поддерживаю то, что делает испанским правительством для решения этих проблем. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Ой, что-то много вопросов. Мне от вас уже жалко. Пожалуйста. Пожалуйста. Благодарю вас за возможность задать вопрос. Я представляю Индонезию. Очень рада присутствовать здесь. Хотела бы поприветствовать усилия президентства России, и я хотела бы поблагодарить Россию за организацию этого мероприятия. Много моих друзей из Индонезии учатся в России. У меня теперь уже много российских друзей. Каждый раз я спрашиваю своих друзей из Индонезии, которые ставятся в России, о том, что они думают о этой стране. Они всегда говорят, что они восхищаются молодежью России за их патриотизм, за их гордость своей страной. И учитывая тот факт, что председательство России учитывает мнение молодежи, могу сказать, что Россия уделяет огромное внимание точке зрения молодежи. Основной тенденцией во всех странах мира заключается в том, что реализуется политика в области молодежи. Многие реализуют ее с точки зрения борьбы с безработицей среди молодежи. Но они не всегда учитывают другие аспекты этой проблемы и не думают о том, как бы инвестировать в развитие молодежи. Таким образом, есть ли какая-то программа в области молодежной политики в России? Или, может быть, Вы планируете реализовать такую программу в будущем? Благодарю Вас. Сложный вопрос и неприятный. Потому что такой, знаете, совсем неприятный, потому что я не могу сказать с гордостью, что да, у нас есть такая-то программа, она состоит из такого-то количества пунктов и набора мероприятий. Вот такой написанной программы у нас нет. Но у нас есть программы в различных секторах экономики и социальной деятельности, которые так или иначе связаны с молодежью. Например, мы ставим перед собой задачу к 2018 году решить ряд проблем в сфере образования, причём и среднего школьного образования, и высшего специального образования. Там есть конкретные цифры, связанные с уровнем заработной платы преподавателей в школах и университетах. Есть конкретные показатели, связанные с соотношением количества преподавателей на одного студента, с улучшением инфраструктуры. Это, безусловно, напрямую связано с молодёжью, с её подготовкой к тому, чтобы выйти во взрослую жизнь, выйти на рынок труда. Это первое. У нас есть целая программа, связанная с демографией. И это поддержка материнства и детства. Это поддержка семей, которые приняли решение завести второго и третьего ребёнка. Во многих для Индонезии это с её большим населением, 300 миллионов человек, это не актуальная проблема. Но коллеги из европейских стран меня понимают. Для европейских стран и для России поддержка демографических процессов и рождаемости – высшей степени приоритетный вопрос. Мы в результате внедрения программ поддержки материнства и детства создали ситуацию, при которой у нас рождаемость в стране самая лучшая за последние 19 лет. Это результат конкретных наших усилий по совершенно определённому направлению. А как мы с вами понимаем, это напрямую связано с молодёжью, с теми людьми, которые находятся в репродуктивном возрасте и планируют создать семью и завести детей. Вот это прямая поддержка молодёжи. То же самое мы пытаемся делать в сфере жилищной политики. К сожалению, здесь ещё больше нужно сделать, чем сделано. Но, тем не менее, во многих регионах Российской Федерации вводятся специальные режимы для приобретения жилья для молодых семей. Какие это режимы? Им предоставляются потечные кредиты на льготных условиях. При появлении ребёнка часть кредита списывается. При появлении второго – не везде, а в некоторых регионах списывается вообще весь кредит. То же самое делается в такой области, как спорт. Вот смотрите, в этом году мы принимаем из себя целую серию крупнейших спортивных соревнований. Это универсиада в городе Казань, Республика Татарстан. Это чемпионат мира по лёгкой атлетике. Это чемпионат мира по боевым искусствам. Это, по-моему, чемпионат мира по регби. В следующем году у нас будут проведены Олимпийские игры в Сочи зимние. Но ведь мы с вами понимаем, что развитие спорта и физической культуры напрямую связано прежде всего с молодёжью. Так что я могу сказать, что у нас хоть и нет такой расписанной программы молодёжной политики, хотя правительственные структуры предпринимают усилия как-то её сконцентрировать, но пока это не очень удаётся сделать. Но в целом можно сказать, что Россия проводит достаточно целенаправленную политику в области поддержки молодых людей. Спасибо. Знаете, дело в том, что у меня сколько там народу, не помню, сколько их числом, но люди очень важные, это представители крупнейших мировых инвестиционных фондов. Они меня уже там заждались. Если я не приду в ближайшие полчаса, они приступят к русской икре и к водке, тогда у нас разговора с ним совсем не получится. Ребята, я предлагаю всё-таки тогда отпустить Владимира Владимировича. Давайте мы ему поблагодарим. Большое спасибо, Владимир Владимирович. Я, знаете, хотела бы всё-таки в вашем присутствии ещё здесь поблагодарить несколько человек, которые участвовали в подготовке этого мероприятия. Вот Рома Чуков, и там за колонной спрятался Стас Воскресенский. Он из Калининграда руководил оргкомитетом, а Рома руководил секретариатом. И мы, собственно, вот они весь этот процесс организовали. Поэтому большое спасибо. Большое спасибо вам, Владимир Владимирович. И просьба, все вот просто жаждут с вами сфотографироваться. С удовольствием. Спасибо вам большое, ребята. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok